здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас разборчик разборчик вот этого вот кардигана сохранила я его уже давно но все никак не доходили руки и тут взяла в руки одну пряжу вот эту вот alize baby best я думаю те кто с ней работал тоже восхитительны комментарии как и у меня по цене это бюджетная пряжа по составу это 90 процентов акрил и 10 процентов бамбук кто в украине пожалуйста переходим в instagram для мои зрители из украины с удовольствием рекомендую продавца турецкая пряжа ссылка на аккаунт instagram под видео страничка новая не пугайтесь но она полностью под моим контролем и создана для того чтобы обслуживать именно моих зрителей которые перейдут туда то есть чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель я постоянно на связи с девушкой которая обслуживает эту страничку ассортимент будет регулярно пополняться это все в будущем на связи с вами будет прекрасная девушка елена обратиться к ней вы можете не обязательно instagram у кого нет инстаграма под видео есть электронная почта вайбер ватсап номер телефона как вам удобно пожалуйста обращайтесь это мои проверенные контакты так что не пугаемся я на связи я я консультирую поэтому задавайте вопросы мы с ней будем обговаривать на вопросы которые она не сможет ответить и в любом случае я на связи я проконсультирую по поводу моих моделей я имею ввиду все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи то есть из пряжи турецкого производства для того чтобы для того чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести не только в украине в украине я как бы рекомендую продавца если вы продавец любой другой стране этой же пряжи пожалуйста ко мне обращайтесь на страничке в instagram будут регулярные розыгрыши лотереи на пряжу скидки это все планируется так что девчонки переходим подписываемся следим за аккаунтом и приобретаем пряжу не обязательно можно только просто участвовать в розыгрыше в общем следите за новинками все полезные и нужные ссылочки под видео в описании почему именно эту пряжу потому что я начала вязать вот образец у меня скоро родится внук вот и я хотела кофточку детскую связать эту пряжу брала специально для детских вещей и тут мне как бы вот и кстати обдумывала этот кардиган перед этим он и чего бы из какой бы пряжи его связать тут я начала вязать платочной вязкой и думаю попробую а я полу пакетной резинкой и тут я поняла что этот кардиган должен быть из этой пряжи потому что на ощупь она шелковистая блестящая такая в общем безумно приятная не знаю девчонки как она в стирке и в носке вот это вот кто имеет опыт работы с этой пряжей пожалуйста напишите ну вот пока пока на первый как бы взгляд я бы связала его из этой пряжи вот такой вот кардиганчик кардиганчик простой девчонки если смотреть на кровь сейчас я вам просто быстро расскажу изюминка в нем вот вы эти там рукава по сути три четверти но они так как это резинка да такая подвижная они обвисают на на длину рукава я бы рекомендовала ориентировать основную деталь вот ширина от локтя до локтя это вот половина на вот я просто здесь нарисовала сгиб чтобы не рисовать целую спинку вот здесь вот в целой детали должна быть ширина от локтя и до локтя вот на это ориентируемся здесь длина ширина по низу это ширина бедер вот здесь полуобхват бедер вернее здесь половина ширины бедер если допустим 100 полуобхват 50 и здесь у нас четвертинка 25 процентов до напишем 25 процентов от окружности бедер далее далее мы вяжем вот вот этот скос девчонки это если рассчитывать снизу это я кстати повторюсь я кстати в этом видео не говорила еще что вот такие вот скоростные мастер-классы они не рассчитаны для новичков это девочкам которые вяжут вяжут на заказ и не могут разобраться как бы в построении этой модели вот что зачем где добавлять где убавлять для этих я объясняю вот такие экспресс мастер-классы потом уже по вашим голосам мы уже решаем вязать ли такой вещи подробно или не вязать вот все мы знаем те те кто у меня давно те знаем повторяю для тех кто недавно на канале то есть вы свое мнение в любом случае можете написать если вы новичок оставьте свой отзыв в комментариях и я всего ваши пожелания учитывая если их много то я вещь вижу от начала до конца и подробно и так значит что у нас здесь да здесь у нас где-то 20 сантиметров этот скос вы распределите по плотности вязания этот скос здесь у нас ширина рукава тоже где-то 20 сантиметров то есть по сути этот рукав он у нас находится на уровне вот смотрите у нее ручка согнута вот он находится на уровне локтя да я думаю понятно вот почему 40 сантиметров приблизительно здесь вот далее то есть здесь нам нужно на 20 сантиметров по плотности рассчитать вот этот скос здесь у нас приблизительно для горловины 5 сантиметров и сюда еще 5 сантиметров то есть если без сгиба то 10 сантиметров ровных до горловины а здесь у нас идет скос скос у нас достаточно крутой да вот эти 27 сантиметров предположительно что это где-то по 2 петли мы закрываем здесь по 2 начале каждого ряда могу ошибаться во первых это пол патентная резинка она немного сплющивается как бы в высоту вот поэтому и расширяется в ширину поэтому по 2 петли здесь ровно то есть неправильно я начала объяснять я тут в общих фразах ну в принципе правильно потому что нам по сути нужно посчитать от общей длины нам нужно отнять вот эти 40 сантиметров и вот на остаточную цифру которая у нас до вот этой ровной части распределить вот это вот эти добавления я нарисовала так но там по модели я вижу здесь вот ровным вязанием 10 сантиметров и если от вот этой вот общей длины вы отнимете вот эти вот части свяжите 10 сантиметров то остальные допустим 30 сантиметров вы распределяете эти добавления эти добавления сколько у нас здесь у нас допустим число 60 ну хотя бы не 60 а здесь допустим число 30 то есть здесь у нас будет 60 минус 30 всего вот здесь вот 30 сантиметров этот скос то есть за 30 сантиметров высоту вам нужно добавить 30 сантиметров ширину но это сильно красивое у меня число получилось обычно так не будет да ну то есть понятно да вот переднюю деталь мы дублируем только набираем меньшее количество петель на 5 сантиметров вот посчитайте сколько вас по плотности получается 5 сантиметров и полностью дублируем эту деталь то есть их две мы две дублируем вот и вся как бы изюминка в кармане как по мне потому что карман цель навязанный я оставлю под видео ссылочку у меня есть подробный разбор как бы этого такого кармана который привязывается не пришивается потом и в центре сам карман карман связан ой сам карман связан лицевой гладью а подклад как бы внутренняя часть кармана то есть по основной детали он вяжется изнаночной гладью и что мне кажется очень симпатично выделяет этот карман на общем фоне вот этого вот в полу патентной резинки полу патентная резинка я думаю кто разберется в этих моих объяснениях знает какие вязать я ее показывать не буду вот обвязки здесь никакой по горловине обвязка у нас потом уже по рукаву резинка 2 на 2 то ли подшита вовнутрь то ли завернута наверх это уже как бы на ваше усмотрение вот низ оформлен вот вижу прям свой любимый способ тоже отставлю видео по ссылку на видео в описании под видео как делать вот такой вот край у нас получается прекрасный из резинки один на один вот ну и в принципе то и все по экспресс мастер-классу как бы детали вам нарисовала их три всего потом обвязка и вот такая вот интересная модель получается вот девчонки так что вот такая вот пряжа совершенно шикарная на мой взгляд и я больше чем уверена я дальше буду работать вот эту первую упаковку я взяла на детские вещи но я обязательно что-то свяжу себе так как я гиперчувствительный человек к разным укусом пряжа это это я думаю это прям мою что-то я из нее да сделаем все девчонки в принципе так все на сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока